Здравствуйте, Шаботов, Агутывох, хорошей недели. У нас 199-й урок по Мишле, и мы находимся в главе 22, предложение 20. По-русски он звучит. Надо чуть-чуть раньше начать, просто чтобы вспомнить. «Преклони ухо твое, слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, ибо приятно будет, если сохранишь их в себе, и все они утвердят за нас так твое, чтобы во Всевышнем была твоя опора, и научил я тебя сегодня. Не писал я тебе трижды с советами и знанием, чтобы поведать тебе истину, слова, правды, чтобы ты передал изречение правды пославшим тебя». Я сразу прочитал несколько пасуким, но главный пасук, с которым мы начинаем, это пасук номер 20, это продолжение, просто поэтому я ушел чуть раньше. Говорит «Шлома о Мелах». «Галок атафти лаха шлишим бэма ацот вэдаат. Разве не писал о тебе трижды с советами и знаниями?» Объясняет Мальбим, о чем идет речь, что такое писал трижды. Он говорит, как сказано, «Ваидабер шло шталафим машаль». Про Шлома о Мелаха сказано, что Шлома о Мелах был очень умным, и кроме всего прочего, он написал три тысячи примеров. Машалим, слово Мишли происходит, это слово машаль, примеров, из которых мы можем выучить какие-то слова мудрости. И он написал три тысячи машалим. И говорит Мальбим, что Сейфер Мишли, она разбивается на три части, мы это уже читали у Гаона Мивильна. И об этом сказано, что я написал тебе трижды свои советы, что все они наполнены советами леоцмеха, для каждого человека, для тебя самого, как тебя себя вести. Ведат, и также здесь есть дат, знания, леоцмеха идея абрура, чтобы у тебя была четкая идея, четкое познание, ле ламетат ахерим, как обучать других. Венегит маасот амар ле гудейха, и относительно советов написано, я тебе их сообщил. А про дат, про знания написано ле га шиф, чтобы ты мог ответить. Ле ламет дат, обучать кого-то знания, чтобы ты мог ответить на те вопросы, которые у других людей появятся. А относительно тех советов, которые ты должен принять, написано, что Шлома Меллах их сообщил. Окей. Гагро, таким образом, Мальбин объясняет, что сообщил трижды, это три книги Мишлей, о которых сказано, что Шлома Меллах себе трижды сообщает законы, советы и законы знаний. Гагро идет по другому пути и говорит, вот я написал себе трижды. Трижды это тройная часть Торы. Что такое тройная часть Торы? Он приводит Гемора Шаббат, которая говорит, Брих Рахмона, де Яхев Арайт Литая, благословен Всевышний, который дал нам Тору через три, через цифру три. И объясняет Раша, что такое цифра три. Тора Навим Тувим, Тора Пророки и Писание. Вот здесь Гаон объясняет, что я дал тебе трижды. Это тройная Тора, то есть Тора Пророки и Писание. И приводит эту Геморру в доказательство того, что именно это имеет в виду Шлома Мелла. И он говорит, что это было дано Бмаацотвы Даат. Это было дано через советы и Даат. Даат это Тора, советы это Пророки. Зохр приводит, что Пророки называются советчики. И это то, что сейчас нам приводит здесь Гаон Мивильно. И слово Маацотв включает в себя, вот это слово советы, включает в себя и Пророки, и Писание. Шны дворим. Две вещи, которые содержатся в понятии Эца, в понятии совет. Одна вещь, что Жакодыш Барагу дает совет. То есть, он говорит с человеком через Пророка и дает ему совет. Вторая вещь, что Кодыш Барагу не говорит лично с человеком через Пророка и с людьми. Но он дает в сердце человека какой-то совет, который человек может воспринять, который называется Руога Кодыш. Руога Кодыш это не пророчество, но это какая-то вот такая мудрость Сиута Дешмая, которая спускается от Всевышнего. Которая дает через разум человека понять, как правильно воспринять какую-то ситуацию. Как правило себя вести, как правильно ответить на какой-то вопрос. И это два вида советов, которые дается. Поэтому слово Маацот здесь написано во множественном числе. Дат написано, это Дат Тойры, знание Торы, оно написано в единственном числе. А слово Маацот написано во множественном числе для того, чтобы сказать, что оно дается двумя путями. Путями Пророчества и путями Руога Кодыш, который спускается к человеку и помогает ему через изучение Торы постигнуть истину. И это то, что Хахамейну, Зихрона Левроха, наши мудрецы, они бы Руога Кодыш, они михатшим обновляют какие-то вещи, связанные с Торой. И через изучение Торы, благодаря Руога Кодыш, благодаря помощи Всевышнего, приходят к какой-то галахе, к какому-то совету, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Вот, и если пророчества сейчас, как мы знаем, отсутствуют, по ряду причин, связанных с нами, то Руога Кодыш остается внутри Гешивот, внутри Толмидей Хахоми, которые сидят, учат Тору, спорят с друг с другом. И Дерих Руога Кодыш и Бали Бам, через Руога Кодыш, который есть у них в сердцах, приходят к пониманию того, что хочет Творец. И это то, что здесь говорят Маацот, то есть Маацот это Бам и Цот, в них содержатся советы, которые находят, которые дает Всевышний. Вот, окей, здесь в Ктафьят, в рукописи Гаон чуть-чуть дополняет, но в общем то же самое. Теперь есть еще некий аспект, который Гаон Мивильно объясняет, но очень сильно через намек, который остается, ну так, не до конца объясненным, как многие вещи, которые объясняет Гаон через Ремис, пишет здесь курсивом. Он говорит, Маацот это клоет, почки, веканфе и рея, и кусочки отдела легкого, что там находится, через них приходят Руога Кодыш и Навуа, через них приходят Руога Кодыш и пророчество. Вот, это вещь, которая, понятно, что не очень понятна, но мы все знаем, или не все, но слышали, наверное, Медраж, который говорит, что Авраам Авину, когда он открыл Всевышнего, то Хакодыш Бруогу клоет шель Авраам Авину, почки Авраам Авину, они научили его правильной торе. Это, понятно, что это Ремис, поскольку почки служат немножко для другого, но суть почек, это фильтры, которые есть внутри человеческого тела, которые делают Брейру, как Брейра по-русски, выбор, нет, это плохо, выбор, мне тоже не нравится слово, они Меверарим, они отсеивают, решают, что куда относится, они рассеивают разделение, которое разделяет какие-то вещи, то, что должно остаться в организме, то, что должно выйти из организма, и, по сути, большая часть того, что делает человек в этом мире, это Малаха, который называется Брейра, который называется разделение, то есть человек фильтрует, он получает какие-то вещи из этого мира и должен отфильтровать, какие вещи остаются, и какие должны выйти наружу в качестве отходов, в качестве того, что является лишним, поскольку больше, не больше, я не знаю, какая-то часть этого мира, я не знаю, что больше или меньше, но какая-то часть этого мира человеком должно быть переработано, для того, чтобы использовать это на службу Творца, может быть, это большая часть, может, нет, по-разному, разные моменты, и какая-то часть этого мира должна быть отфильтрована, чтобы она не осталась у человека в организме, чтобы она вышла наружу, так вот эти фильтры, о которых идет речь, они в качестве ремеза, в качестве намека, они называются почки, Это то, что фильтрует, что выходит из организма, что остается внутри. И Абрама Винус с помощью вот этого фильтра смог понять, какая часть материального мира должна быть как использована на службу Творца. Рея – это когда человек дышит, и он тоже перерабатывает с помощью дыхания, обогащает кислородом легкие, обогащается, кровь обогащается с помощью кислорода. И то, что становится необходимым для жизни, сердце перегоняет, а главная часть человека – это кровь, это его душа. Душа называется кровью, это остается в человеке и дает систему жизни для тела, это то, что связывает тело и душу человека. Так вот, этот фильтр под названием Клайот и эта система насыщения кислородом, дыхательная система, называющая Конфейриот, это те вещи, которые сравниваются с пророчеством из Рога Кодыш. Рога Кодыш решает, что должно остаться, что выйти, пророчество решает, что должно быть принято извне, через Рею, через душу, какая часть души должна соединиться с телом. И вот говорит Гаон, что здесь, когда мы говорим о том, что я тебе говорю, что я уже трижды тебя повторил и дал тебе советы и дат, то советы и дат – это то, что воспринимается от Всевышнего виденого А, это легкий, и дат, другой вид советов слиха, который должен отсеять и показать, что должно остаться, а что выйти – это Клайот. Дат же, дат, я оговорился, Клайот и Рея соответствуют двум видам, Эцот, Навуа и Рога Кодыш, а дат соответствует тому, что находится в устах человека. И это то, что сказано ПЛП и Дабербах, это пророчество Маширабейну, то есть Тора, который с устами в уста я говорил с тобой. Таким образом, он хочет сказать, что внутри тела человека Машаль, пример, который есть, это Дат, это Маширабейну, с которым Всевышний говорил ПЛП, уста к устам. Поэтому Маширабейну, это как Негороншилом, из горла его, из уст его говорила Шехина. Маширабейну, как бы, он не мог нормально говорить, если через него не говорил Гакодыш Баругу. Поэтому это Дат Всевышнего, которое вошло через Тора в этот мир. И два вида советчиков, Навиим и Ктувим, это Навиим Кенеге Трея, которое, получается, мы вдохнули внутрь себя и соединились с пророчествами, которые говорили пророки. Это один вице-сот и второй вице-сот, это эцот, который передается через, как бы, внутри человека находится, который решает, что надо выбросить из организма, из того, что туда вошло, что в нем оставить. Этого подавляется клоет и соответствует Ктувим. Вот, это такой комментарий дает Гаон. Понятно, что он не совсем тот, что говорит Мальбим. Мальбим больше касается Пшата, простого объяснения того, что говорит Шлома Амеллах. Это три тысячи Машалим, это три книги Мишли, которые дается. И здесь речь идет о том, чему нас учит Шлома Амеллах. А Гаон объясняет то, чему нас учит Всевышний через Тора, Навиим и Ктувим. Это вот эта тройная Тора, о которой идет речь. Теперь двинемся дальше. 21-й посуд говорит, чтобы поведал тебе истину, слова правды, чтобы передавал изречение правды пославшим тебя. Говорит на иврите, да? Для того, чтобы сообщить тебе кушет, кушет, кушет. Это в разных вариантах произношения. Это слово означает красоту, истину, гармонию, которые являются имреемет, словами выражающие эмес, истину, для того, чтобы ответить имреем и мет словами правды тому, кто тебя послал. Что это означает? Говорит Мальбим. Во-первых, Мальбим, я уже много раз говорил, что делится на перевод слов, объяснение слов, и объяснение мусара, иньяна, который здесь есть. В объяснении слов он говорит, что кушет и имет, он говорит кушет, это и есть перевод слова имет. Кушет и имет это одно и то же, это по нашему, по научному синониму, извините за выражение. То есть имет это на иврите, а кушет это больше на арамейском, на арамейском языке. Но на самом деле это тоже еврейское слово. Он говорит, убаеври юре аль тахшит гаемет. И это показывает красоту правды. Кушет это больше к красоте, относится к гармонии правды. То есть это то, что видится ясным и открытым для всех. Имримы это кушет и мет. Имримы мет это слова истины. Это то, как надо отвечать правдой тому, кто с тобой разговаривает. Так Мальбин объясняет его объяснение слов. И теперь чуть более подробно он объясняет в мусаре, который он говорит, что есть разница между словом кешет и словом имет. Вначале он сказал, что это перевод одного и того же слова. Теперь он говорит, что имет это вещь, которая является истиной само по себе, несмотря на то, что человек не знает смысла этой вещи. Кешет это то, что является истинно открытой и понятной, объясненной любому человеку. Имеется в виду, что тема Шалим, те примеры книги Мишли, которые я сделал и которые сообщил тебе, они являются иллюстрацией открытой истины для того, что говорят слова правды. Что ты должен понять эмет али метод, должен понять правду до конца, истину до истины. Имеется в виду, что ты должен понять смысл и дат всех слов эмет, которые ты можешь принять. То, что ты принял, ты должен осознать это до конца, и они должны тебе до конца быть открыты. Так же, чтобы ты мог ответить тому, кто тебя послал, истинно правдиво ответить тому, кто тебя послал, что посредством того, что ты постигнешь знаками знания и поймешь это, и выскажешь это своими словами, ты сможешь ответить другим и сообщить им смысл мудрости и дата, которые приходят и становятся ясными, бы идея, брура, четким знанием, наиболее возможным для объяснения. То есть здесь простая мысль, что существует понятие, когда человек понимает, что это правда, он знает это, но понять это не может, какая лакмусовая бумажка, каким образом ты можешь проверить, что ты знаешь это до конца, в какой цвет она окрашивается, для того, чтобы быть индикатором правды, детектора лжи. Что может работать детектором лжи? Это то, что ты можешь объяснить это другому человеку настолько ясно, что ему это становится понятно, твое изложение. Я оговорюсь при условии, что тот, кому ты объясняешь, хочет это услышать. Потому что зачастую невозможно что-то объяснить, потому что ты просто разговариваешь сам собой. Это, как правило, такая проблема существует. Но когда ты можешь это явно высказать, в таком виде, чтобы это было мукдар, определено, четко, ясно, настолько, что другой человек это понимает, то ты сам понимаешь во многом, во много раз лучше. Это то, о чем сказано в всяких русских пословицах, кто ясно мыслит, ясно излагает. Но сейчас идея, которую говорит Мальбим, это та идея, что до тех пор, пока я не могу это ясно изложить, я могу понимать, что это истина, это правда, но это понимание не будет ясным и стопроцентным. Гаон говорит так, сообщить вот эту красоту истины, которая высказывается устами. То есть, тохан, каванат, эмре, эмэрш, ты должен иметь возможность сказать тохан, суть того, что говорят слова правды. Что такое слова правды, которые ты должен уметь изложить? Это Тора, навиим и ктуим. Он продолжает, как вещий Олег, свою линию гнуть, продолжает идти по тому же пути, как он объясняет прошлый посуг, что Тора, которая утроенно дана в тройном состоянии, это Тора, навиим и ктуим, Тора, пророки и Писания. И это называется имрей. Почему это называется имрей? Слово амар, это слово на иврите означает говорить. Имрей, это множественное число смехут, множественное число слова леамор. Это означает два каких-то, два вида речений. Это навиим и ктуим, это пророки и Писания. Имрей, эмет, это пророки и Писания, слово имрей. Эмет, это Тора, хумаш. Хумаш называется эмет, в отличие от пророков и Писаний, которые не имеют такого названия. В брахот на Тора мы говорим, тот, который дал нам Тор от эмет. К Торе относятся понятие эмет. Пророки и Писания это имрей, эмет, это то, что высказано, поскольку пророки высказываются в какой-то аллегорической форме, они ясны, вот таким вот четким, можно и нельзя, кошерное и не кошерное, то поэтому к пророкам относятся аллегория, поэтому они называются имрей, эмет. И ты должен леа шиф амарим, эмет, и ты должен иметь возможность ответить имрей, эмет. Это также две вещи, которые упомянуты раньше, то есть стороны вим и ктуим. Кому ты должен им ответить? Здесь есть некое разделение в пшате, в понимании пасука между Мальбимом и Гаоном. Мальбим нам говорит, что кто такой пославший тебя? Это человек, с которым твой оппонент, который задает вопросы, которому ты должен иметь возможность изложить это ясно, и когда ты имеешь возможность ясного изложения, ты в состоянии это сделать, то это значит, что ты для себя это определил как эмес барур, такой стопроцентный ясный эмет. Гаон идет по другому пути, он говорит, ле шалхэха, тому, кто тебя послал, ле миши шалха вэ лавэ от халы аламазэ, тому, кто прислал тебя и следует за тобой, провожает тебя по твоему пути внутри этого мира. То есть, акодыш бурагу, который одолжил тебе, здесь есть некая игра слов, тот, который провожает, и тот, который одалживает. Слово провожать и одалживать на иврите это одно и то же слово, слово лавая. Ле лавот – это провожать, и ле лавот – лавэ – это тот, кто тебе одолжил. Кого он одолжил? Кого тебе одолжил Всевышний? Тору шубихтафи, тору шабальпе. Письменную устную тору. Как сказано в книге Зохара, Гаон приводит Зохара, где сказано, ле ашифа марим бали ма тора. Ты должен вернуть ему, иметь возможность ему ответить. Чем ты должен ответить своему кредитору, то есть акодыш бурагу? Ты должен ответить процессом изучения торы. Он тебя послал, он тебе одолжил эту тору. И это тора шубихтафи, тора шабальпе. Это и письменная, и устная тора, которая дана Всевышним человеку. И человек должен даже не отдавать, а вот должен учением торы, он должен отвечать Всевышнему. Я не знаю, правильно здесь сказать ле ашиф. Это тоже игра слов. Ле ашиф – это можно перевести как словом «отвечать», и можно перевести как словом «отдавать». И то, и другое будет как бы правильный перевод, и ты должен отдавать Всевышнему, и должен отвечать Всевышнему изучению торы. И об этом сказано. Амут, Гаанан, Йомам, Ваамутэш, Белайла. Это кусочек из Хумаша, пятикнижей Моисеева в смысле, где рассказывается в книге Шмот, что когда Мисреэль вышел из Египта и шел по пустыне к морю и после моря, то с ним следовал Анненей Кавод, облака славы Всевышнего, в виде столба дыма днем и столба огня ночью. И объясняется в книге Зохар, что столб дыма днем – это письменная тора, столб огня ночью – это устная тора. Сложный вопрос, где это точно находится в Зохаре? В Зохаре дословно, так как привел Гаон, комментаторы Гаона не нашли это дословно, так как он привел, но нашли вот такой вот кусочек, который я сейчас прочитаю в качестве цитаты. Он говорит, что человек, который занимается торой, это тора Шебектаф и тора Шебальбе. И это два столба, которые идут перед кроватью человека, перед его метой. Может быть, это кровать, может быть, это носилки, на которые его хоронят, здесь тоже и так, и так можно перевести. Поэтому столб Анан, который имеется в виду, как это называется, дыма, столб дыма шел в качестве тора Шебектаф днем, а столб огня – это тора Шебальбе, которая шла ночью. То есть, фактически, не совсем дословно то, что сказал Гаон, но явно смысл тот же самый. Вероятнее всего, он имеет именно этот кусочек из Тикана и Зовер, который вот сейчас я привел, комментаторы нашли этот кусочек. Вот, таким образом, Гаон немножко идет не по тому пути, по которому идет Мальбе, и объясняет, что ты должен сделать так, чтобы слово «эмет» стало красивым. Каким образом ты должен украсить Эмес, украсить Тору, который дает нам Всевышний? Ты должен возвратить Творцу, ответить Творцу за то, что он тебе дал в долг Тору, который он дал, и долг, который ты получил у него, это огненный и домовой столб, которые шли с Амисраэлем во время выхода из Египта, после выхода из Египта, 40 лет по пустыне. И это два вида Тора, Тора Шабихтафи, Тора Шабаальпе, устные и письменные Торы, которыми несколько раз обсуждали разницу между ними и так далее. И это то, чем ты должен заниматься, для того, чтобы слово «эмет», которое мы обсуждаем сейчас, истинно, оно превратило слово «кэшет», как объясняет Мальбе, стало более брура. Таким образом, ты должен заниматься учебой Торы, и это некое возвращение долга Всевышнему, ответ Творцу, как благодарность за то, что он тебе дал ее в долг, и она является долгом, до тех пор, пока она не станет твоей Торой, то есть пока ты ее не будешь учить. Здесь устная Тора уподобливается ночью и огню, письменная Тора уподобливается дыму и дню. Есть такой мидраж, который говорит, что Машарабейну, когда 40 дней, находился на горе Сина и получал Тору 40 дней, он получал, учил Тору от Всевышнего, у него был довольно приличный преподаватель, и Тора, который он учил от Всевышнего, он учил Тору Шабихтаф, письменную Тору, он учил днем, а устную Тору он учил ночью. И поэтому, Мишна Брура, Шарэ Циэн, в Галахот, в Штаймикро, Таргум и Хат, где он объясняет Галаху, что надо два раза читать, за год, за год должна быть прочитана вся Тора, весь Хумаш, все пять книг, и они должны быть прочитаны два раза на то, что написано в Торе, и один раз Таргум, перевод Анкелоса на армейский язык. Ну, там есть какие-то детали, я говорю, очень грубо, есть мнение, что надо читать Рашу, но я не буду сейчас входить в Галаху, мы все-таки Мишли, в общем, а не Галаху, но там задается вопрос, Шарэ Циэн приводит этот мидраж, как Машарабейна, учил устную письменную Тору, и говорит, что, в принципе, время изучения Торы, письменные Торы, это день, днем можно устную Торы тоже учить, нету такой, а в эры большой за это не накажут, но письменные Торы, время изучения, это день, а Машарабейна не учил письменную Тору ночью, соответственно, нам тоже правильно письменную Тору учить днем, а не ночью, отсюда возникает всякий именрагим, связанный с тем, что, например, Штаймикро, Таргум и Хат принято читать еще за исключением Лайла Шаббата, Лайла Шаббата, ночью Шаббата принято читать вот это вот, Штаймикро, Таргум и Хат, дочитывать его два раза Хумаш и один раз Таргум, и Дгилем, Дгилем тоже как бы не Микро один, по закону здесь, понятно, что нет нарушений, но Дгилем Псалмы принято время чтения Псалмов, это день, а не ночь, поскольку это часть Тора Шебехта, письменной Торы, и многие люди следят за тем, чтобы ночью не читать Псалмов, и не молиться, а только если это какая-то тяжелая болезнь и так далее, а просто так время чтения Дгилем это днем, и надо постараться прочитать их днем, а не ночью. Здесь нам говорится о том, что огонь, который был, шел вместе с Амисраэлем, он шел по ночам, и это соответствует Тора Шебаальпе, устной Торы, а дым, который шел днем, это соответствует Тора Шебехта, и Та и Другая Тора должны быть ясными, четкими, как истина, которая должна быть в глазах у людей, вот, и таким образом мы можем переходить к следующему посугу, номер 22, который говорит, такой странный немножко посуг, «Не обирай бедного, потому что он беден, и не притесся нищего у ворот, потому что Всевышний вступится в дело и отберет душу у вобобравших их». Немножко странные два посука, потому что «Не обирай бедного, потому что он беден». На первый взгляд, понятно, что это не так, но на первый взгляд богатого можно, потому что он не беден, и Всевышний вступится за бедного, а за богатого нет, поэтому все нормально. Вот, это почти марксизм, не дай бог, вот, но, естественно, что здесь говорится не на эту тему, и попытаемся немножко разобраться, начнем с Мальбима, который говорит, а, на иврите, «Аль тигзоль даль кидальгу», «Не воруй», «Не граби бедного, потому что он беден», «Валь титкеони бешаар», и не сделай, я даже не знаю, как правильно перевести это слово, «дикаон» это слово «депрессия», «Не депрессируй бедняка в воротах», я не знаю, как правильно перевести, «Не бей бедняка в его ворот», а? Не огорчай, мне больше нравится «Не депрессуй», не знаю, как перевести, «Великая могущая русская языка», это тяжелая штука, но теперь посмотрим, как, а, как он перевел, кстати, он думал на эту тему, не притесняю, написал, вышел из положения таким образом, я все-таки предпочитаю дословный перевод, чем художественный перевод, теперь посмотрим, что это означает, как это переводит Мальбим, он говорит, «Альтихзольдалькидальгу», не воруй, «Гзейла» это разбой, грабеж, не граби бедного, потому что он беден, здесь говорится, что несмотря на то, что у тебя есть уже предупреждение и запрет воровать так же у богатого, но здесь есть, Шлома Мелок тебе дает отдельное предупреждение со стороны того, что, сейчас, нет, наоборот, там тебе дана предупреждение, «Альтихзоль», здесь предупреждение со стороны того, что просто Тора запрещает «Гзейлу», запрещает разбой, но, когда ты, не ты, а кто-то другой, не дай бог, грабит бедняка, кроме того, что у тебя есть запрет на грабеж, кроме этого, тебе есть еще один запрет, что именно к этому человеку относится запрет у него, его не грабить, потому что он беден, и также, не приведив депрессию бедняка в его воротах, «Ворота» это суд, потому что у него нету возможности услышать, чтобы судьи его слышали, когда ты против него. Человек, который беден, он не обязательно беден только деньгами, он может быть беден и своими знаниями Торы, и когда человек богатый, и имеющий возможность, например, нанять хорошего адвоката, судится с бедным человеком, то он может в мишпате, в суде, в шаар, обычно слово «ворота» переводится как суд, очень часто такое бывает, например, «сидел лот в воротах города с дома», это «лот в этот день, говорит Раша, стал судьей города». Слово «шаар», «ворота» — это то, что вход какой-то, то, что открывается и закрывается, это очень часто имеется в виду, в Торе, в Танахе, очень часто имеется в виду, что речь идет о суде. Так вот, когда ты судишься с бедняком, есть отдельная проблема, которая отсутствует при том, когда ты судишься с богатым человеком, а именно, богатый человек может позволить себе нанять хорошего адвоката, хотя Тора не очень приветствует адвокатуру, но тем не менее, он может это сделать, а бедный человек, у него, он лишен этой возможности, соответственно, ты можешь, вроде бы как, юридически правильным образом, его, не знаю, как сказать по-русски, на еврейском, есть такое слово «литфок», его вот так вот пристукнуть немножечко, и вроде ни к чему не придраться, поскольку у него нет возможности тебе ответить. И это отдельная вещь, которая здесь сказана, и продолжает он и говорит, «Кихашеми рифри вам», потому что если ты это сделаешь человеком, который не может тебе ответить, то его ссору, его суд произведет лично Всевышний, потому что когда ты воруешь у богатого человека, и когда склоняешь суд богатого человека, как бы вот склоняющий не в ту сторону, то это только эсак мамон, это только вещи, связанные с деньгами, но не так с бедняком. Бедняк, эйнло, мишейри в воду, у него нету того, кто за него заступится, и кто за него будет сражаться. Адвоката нету. Тогда Акодыш Барагу берет на себя права адвокатуры, и он будет судить его суд, потому что слабые, у которых нету силы, Всевышний дерется, судится вместо ним, и тогда это уже не только вещи, связанные с деньгами, но это уже вещи, когда Акодыш Барагу начинает за кого-то защищать кого-то, то это уже вещи, связанные не только с деньгами, но связанные с жизнью. Поэтому тебе дает Шламамелла рекомендацию, что кроме того, что тебе нельзя воровать и грабить вообще, есть еще одна вещь, по которой тебе не надо воровать и грабить у бедного человека, и не надо заниматься с ним мошенничеством через суд, я не могу найти другого слова по-русски, есть такая статья в Уголовном кодексе, что есть воровство, есть мошенничество, когда все, вроде бы, все юридически более или менее оформлено, а в результате, вот результат воровство. Так вот, в обоих этих случаях Хакодыш Бурагу станет защитником бедных, и это не Робин Гуд, Робин Гуд это тоже очень опасно на самом деле, но Хакодыш Бурагу это не Робин Гуд, его суд, суд Эмет, и здесь это уже касается не только того, что того, кто обворовал бедняка, заберут деньги, но немножечко больше заберут, чем деньги. Это пшат, объяснение, которое дает Мальбим этим двум псуким. Гаон Мивильна переводит этим псуким немножечко в иную плоскость. Из плоскости сугубо материальной, что у бедняка, у которого мало чего можно украсть, ты не надо его обворовывать в материальном плане, говорит Гаон так. Даль, в начале Пшадра Пашут, простое объяснение, Даль, бедняк, это тот, который был богатым, теперь он несколько разорился и превратился в Даля, в бедного человека. Но он еще Даль, а не Они. Даль, это тот, который, Ледолот, это тот, у которого забрано часть его имущества. Но он еще не превратился в Они. Они, Айнун Ют, это слово бедняк, которое для простоты переведено в слово нищий. Есть бедный человек и нищий человек, но Они, это человек, который Хасэр Гаколь, у него нету ничего. И здесь сказано, что Дали не надо обворовывать, потому что он Даль, у него нету близких людей, у него нету друзей. Как сказано, вы Даль, Мираегу и Фарет. И человек, который Даль, он даже от своих близких отделится. И нету того, кто будет за него. Тем не менее, несмотря на то, что ты как бы мало рискуешь, у него нету защитников, не надо его обворовывать. И это потому, что он Даль, потому что у него, он Даль, он Ерет Мина Хасав, он банкрот. Но, кроме этого написано, Вальти Даке О Нибэ Шар, кроме этого, не приводи к депрессии бедняка, который в воротах. Что бедняк, который в воротах, там не сказано Лотик Золь, говорит Гаон, потому что это бессмысленное слово. Они, нищие, которые совсем бедные, у него нечего, Лик Золь. Хочешь, не хочешь, а Лик Золь, у него нечего, просто у него ничего нет. Поэтому, к нему не относится слово «не своруй у него», поскольку он нищий от всего, у него ничего нет. Но, если ты захочешь его стукнуть, в физическом или в каком-то другом плане, сделать ему плохо. Бэ Шар, что значит Бэ Шар? Мальби перевел слово Шар как Мишпад, как Суд. А Гаон объясняет, может быть, то же самое, что Шар – это место, где сидят богатые люди и старейшины народа на земле. Поэтому там сказано, что там его не надо стыдить, не надо ему делать плохо среди вот этих вот людей, которые как бы достаточно обеспечены. Здесь есть один такой вот, одна ссылка, которую дает Гаон, которую мы сейчас немножко посмотрим, попытаемся немного-немного с ней разобраться. Гаон выводит этот пасук из Пшата для того, чтобы Деррих Ремес через совсем небольшой намек рассказать нам одну интересную историю, где слово «даль» и «они» становятся совершенно другими людьми. Не богатыми и бедными в смысле имущественных отношений, а богатые и бедные в смысле чего-то другого. Есть пасук в 19 главе, который, когда мы были моложе, мы учили, который звучит «гон есифраим рабим даль мировой и форет». Богатство, множество, она добавляет много близких, много друзей. Человек, который богатый, у него есть много друзей. Ровно наоборот русской пословицы «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», как в каком-то кино, которое я смотрел в глубоком детстве, то ли «Кортик», то ли какое-то такое кино «Выстрел», я уже не помню. Там было сказано, что у нас, говорят, будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей. Так здесь примерно это говорит Шлома Амеллах, что когда у человека есть много денег, то у него добавляется большое количество друзей. Но бедняк, даль, используется то же самое слово, разорившийся, как Мальбин объясняет, как Гаон объясняет, извините, но даль, Мираэль и Форет, он от своих близких отделяется. Человек, которого было, а сейчас нету, вот так вот случается, что он вдруг отдален от всех близких, пока у него было 100 рублей, у него было 100 друзей, а сейчас, когда у него немножко меньше, чем 100 рублей, один рубль остался, то с друзьями тоже стало существенно хуже. Объясняет Гаон, что означает эта фраза. Он говорит, что когда человек богатый, у него есть много близких, но когда он разоряется, то даже близкие от него уходят. И еще, когда человек богат в Торе, то к нему добавляется много его близких друзей, что он учится со многими людьми, но когда он даль бы Тора, когда он бедный в Торе, то даже близкие от него отделяются. Этот шат, который нас сейчас больше интересует, мне дочитают Гаоны. И еще, Гон-Ясиф множество добавляет, то есть, когда человек богатый в Торе, он добавляется, постоянно добавляет к себе, и у него постоянно добавляются многие близкие, которые приводят его к Алла-Маба, тем, которые приводят его к грядущему миру, потому что каждый Дибур и Дибур, каждое высказание, которое он учит, оно производит нового Малаха, нового ангела, который называется Раегу, который называется его близкий. Но даль бы Тора, человек, который беден в Торе, то даже Раегу, даже близкий к нему человек, то есть, кто самый близкий к человеку, это его Дыша, Нышама, она тоже отдаляется от него, потому что из-за его полной аниюта, бедности в Торе, он получает карет, и Дыша отделяется и уходит от него. Вот такой вот интересный комментарий, что имеется в виду под словом даль, и здесь, в 19 главе, Гаон посылает в наш посуг, в нашу он посылает туда, а здесь посылает в наш посуг. Есть такая книга, Мюрх Гадоль, которая написана кем-то из учеников Гаона, я не знаю кем, которая приводит от имени Гаона несколько такой своеобразный комментарий этого кусочка. Соединяйте два пасука. И он говорит, что есть мидраж, я забыл, что надо начинать с мидраж, есть мидраж Елкут Шимони, который написан на Танах. И вот в этом мидраше Елкут Шимони приведено на Мишли, на наш кусочек Мишли, приведено такой мидраж. В пасуке сказано не воруй у бедняка, потому что он беден. Объясняет Раби Шимон Бар-Эхай, что любой человек, который не говорит слова Галахи, но здесь не сказано Галахи, просто слова Торы. От имени того, кто его сказал, он нарушает заповедь Торы, которая называется Лот-Асэ. Заповедь не делай. Я очень часто, когда даю урок, не привожу, от кого я это принял и так далее, только по одной причине. Наверное, дело это неправильно, но только по одной причине, потому что это очень сильно удлинит урок, и наверняка это неправильно, просто иногда я забываю, где я слышал, и вам не говорят, зачастую те имена, которые, я скажу, очень мало говорят, но Раба Шимон Бар-Яхай говорит, что каждый человек, который не говорит слова от имени того, кто его сказал, он нарушает лав, как сказано, Аль-Тик-Золь-Даль, не воруй у бедняка кедальгу, потому что он беден. Продолжает, Меора Гадоли говорит, мне кажется, что Гаон, от имени Гаона это говорит, что конец пасука, Аль-Тик-Еони-Бешаар, не делай депрессии, не бей бедняка в его воротах, есть Геморов Сангедрен, который рассказывает, Рабишо Бан-Леви нашел Ильяву, он встретил на рынке, шел по рынку, гулял, я не знаю, что он делал, покупал капусту на шаббат, не имеет значения, и там по дороге встретил Ильяву на ви. Спросил его, Иматайас и Машех, когда придет Машех? Нормальный вопрос. Встретил Ильяву, почему же не выяснили несколько таких вопросов. Ответит, Зиль, Шайлод и Дидай, пойди и спроси Машеха, что ты меня спрашиваешь? Спроси Машеха, действительно. Спрашивает Рабишо Бан-Леви, Гейхиятев, где он сидит, где я его найду? Отвечает, Апитхед Рома, он сидит в воротах города, во входе в город Рома, Рим. Пришел к нему и ну там я пропускаю часть Геморы, пришел к нему и сказал Шалом Алейха Марио Раби, ладно, я расскажу эту часть Геморра, Шалом тебе мой Раф и мой господин, мой учитель. Ответил Шалом Лаха Бен-Леви, Шалом тебе Бен-Леви. Спросил его, Лейматайас и Мари, когда господин придет? Омар Лейгайом, сегодня. Сейчас, секундочку. Гемора дальше продолжает, что Раби-Шалом Леви вернулся к Илье Ауанави. Илья Ауанави спросил его, что тебе сказал Машех? Ответил Раби-Шалом Леви, обманул меня, пошутил надо мной, не знаю, как это сказать, сказал, что сегодня. Он сказал, действительно, он должен прийти сегодня, им, Митсвата и Тишемру. Если вы будете соблюдать Митсот Всевышнего, то он должен, по идее, прийти сегодня. Объясняется дальше и говорится, что там учится по закону от минуса к плюсу, от отрицания к положительному результату. Поскольку сказано, что человек, который говорит, есть гемора, который говорит, человек, который говорит Галоху Мишем Амро, человек, который говорит слова Торы от имени того, кто и сказал, он приводит Геулу Лалам, он приводит спасение в наш мир. Учится это из Магилат Эстер, гемора в трактате Магила, в трактате Сангедрен, учат это из Магилат Эстер. Магилат Эстер сказано, что сообщила Эстер Ахашвирошу о том, что против него готовится заговор от имени Мардыхая. После чего, из-за того, что она сообщила от имени Мардыхая, из-за этого Ахашвирош приказал в дальнейшем читать хронику, книгу, хроники текущих событий, узнал, что Мардыхая спас ему жизнь, начал подозревать Амана и так далее, и так далее. И это привело к спасению от Амана и Ахашвироша Амисраэль в Персии. Мы видим, что Эстер, то, что она рассказала от имени того, от которого она слышала, это привело к Геуле. Тем более, говорит Гемора, человек, который рассказывает не о том, что хотели убить Ахашвироша, который, в общем, похож на Ессергору, но если говорят слова Торы от имени того, кто их сказал, то тем более, что это приводит Геулу в этот мир. Раз рассказать от имени того, кто это сказал, приводит Геулу, то говорит Меора Гадоль, что мы можем учить от противного, если только доказательство, теорема от противного, что когда человек не приводит от имени того, кто это сказал, это Меакев Геула, это задерживает Геулу. И это Кавана, того, что сказано, не воруй у бедняка, потому что он беден, что ты не можешь, Не переступай через этот лав, через Исур Дарайса, Исур Торы, украсть у бедняка, что украсть? Слава Торы от бедняка. Но скажи эту вещь от того, кто ее произнес, потому что если ты этого не скажешь, то ты нарушаешь лав Дарайса, как сказано в Медраж, Ялку Шимони. И кроме этого, Альцитке Они. Они это еще более бедные, как мы договорились. Как сказан Геморис Сангетрин, кто такой Машех? Они Рахеф Аляхамор. Это они бедняк нищий, который сидит на осле. Ты не должен его литкот, то есть ты не должен отодвинуть приход Машеха, потому что в тот момент, когда ты не говоришь слова Торы от имени того, кто его сказал, говорит Бааль Миор от имени Гагрош, что из этого посука Мишли, который мы сейчас учим, в Агро это не написано, это приводят его ученики. Ты отодвигаешь приход Машеха в этот мир и задерживаешь Геулу. И таким образом, Они это бедняк, который находится в воротах Рима, который в принципе готов прийти сегодня. Но те, кто не говорят слова Торы от имени того, кто их сказал, пишет Мюра Гадоль от имени Гагро, видите, я уже предсказываю всех, кто написал, потому что я испугался, он задерживает Геулу, задерживает избавление, задерживает приход Машеха. Вот такой неожиданный комментарий, который на основании Ялкут Шимони, он почти написан в Ялкут Шимони на самом деле, но продолжение сделал Хижбон Гаон Мивинна и дает нам вот такой вот, не могу сказать, кшат, наверное, ремис, это называется, намек на то, что говорит Шлома Амелых, что такое альтикзоль даль, в альтитке, а не титке, в данном случае по переводу Гаона, это значит отодвигать, сдерживать, задерживать приход, если речь идет о Машехе. Вот соединив два пасука и Ялкут Шимони, такое получается неожиданное объяснение этого пасука. Но это понятно, что не пшат, но мы знаем, что в Торе есть ремис, безусловно, и тоже, и согласно этому ремису, согласно этому намеку, Шлома Амелых нас предупреждает, чтобы мы были не с Гаримбади в рей Тора, для того, чтобы не задерживать приход Машеха. Теперь, есть такая гемора, по-моему, я ее приводил на одном из уроков, но тем не менее, что однажды был какой-то спор, какое-то обсуждение вопроса, пришла какая-то бабулька, чтобы задать вопрос, и Раби Елизар ответил одним способом, Рейш Лакш ответил другим способом. Прошло какое-то время, они сидели у Раби Йоханена, и этот вопрос снова повторился, и Раби Йоханен ответил так, как отвечал Рейш Лакш, нет, так, как отвечал Раби Лозер. Нет, так, как ответил Рейш Лакш. Раби Лозер посмотрел на Рейш Лакша бабуша, так вот, со стыдом, пристыдил его. «Ты слышал это?» «Ты слышал это от Раби Йоханена и сказал мне, что это Раби Йоханен». Раби Йоханен узнал, в чем дело, исследовал этот вопрос и очень обиделся. Надолго. Несколько раз ученик приходил просить прощения, но не получалось. Раби Йохана не отказывался ответить. Тогда к нему пришел Раби Лозер и сказал, может не Раби Лозер, может кто-то другой, я забыл. И сказал, что я тебе объясню, почему он имел право не говорить от твоего имени. Вот есть пасук. В Йомар-Яшо искал Яшо в Эн-Нун. Все, что говорил Яшо, не было ни одной вещи, когда он сказал от своего имени и не слышал бы от Маше Рабейна. Но почему он не сообщает это от имени Маше Рабейну? Потому что известно, что Яшо ничего не говорил того, что он не принял от Маше. Также известно, что Рейшлакеш ничего не говорит, чего бы он не принял от себя. Раби Йохан перестал обижаться. Спрашивает Гемора, о чем он до этого обижался. Отвечает, что человек, который умер, и слова Торы говорятся в Баэтмидрыше от его имени, то его уста медовод бахкевер. Его уста двигаются в могиле. Что значит уста трупика двигаются в могиле? Понятно, что физически это не надо понимать. Это можно сделать научный эксперимент и увидеть, что уста человека в могиле не двигаются в тот момент, когда он умер. Но что означает, что уста его двигаются в могиле? Когда мы сейчас произносим слова Торы своими устами при жизни, я имею в виду, мы в этот момент получаем награду за изучение Торы, потому что мы по-простому выполняем заповедь изучения Торы. Тем, что наши уста, они повторяют, они говорят слова Торы, и мы выполняем заповедь вышинантом. Шинантом от слова лешанэн. Повторять, зубрить, говорить, учить. Это мишна. Слово мишна – это учение. Слово шнаем, шини – это повторять. Слово шен – это зуб. Зубрить, повторять, учить – это одно и то же. Поэтому, когда мы говорим слова Торы, мы зубрим, мы повторяем, мы учим Торы, выполняем эту заповедь и, соответственно, получаем за это награду Валамаба. После того, как человек умер, по-простому, без всяких сложностей, он уже вышел, ушел из мира, который называется мир работы, и находится в мире, который называется мир награды. Во всяком случае, даже если там награды нету, например, гееномчик, я знаю, но, во всяком случае, авойда закончилась, служба Всевышнего закончилась. Но в то время, когда от его имени говорится слова Торы, его уста продолжают как бы шевелиться, как бы говорить в могиле, и, соответственно, продолжает получать награду, человек продолжает получать награду за то, что он изучает Тору. Поэтому человек, который говорит слова Торы от имени того, кто их произнес, сейчас этот человек, он даль. Что значит даль? Он беден, он нищий, он разоренный. Если раньше он мог зарабатывать себе награду, говоря слова Торы, то сейчас, находясь в могиле, он не может это делать. Но ты можешь сделать так, чтобы он получил эту награду в тот момент, когда ты говоришь слова Торы от его имени. В тот момент, когда ты его не цитируешь, а говоришь слова Торы, не упоминая его имени, ты обкрадываешь умершего. Поэтому в этот момент, когда ты крадешь у бедняка, у Даля, ты делаешь то, что ты его воруешь. Это шатха-пашут, такое простое объяснение. Почему? К тому, что ты не говоришь слова Торы, говорит Елкут Шимони, относится то, что ты обкрадываешь бедняка, того, кто лишился возможности сам говорить слова Торы, просто потому что он умер. Но в тот момент, когда ты это делаешь, ты еще и задерживаешь Геулу, это уже добавка, которую делает Гаон, как нам рассказал Бааля Меор. И следующий пасук говорит нам, 23-й пасук, по-моему, его уже читали, потому что Всевышний вступится в их дело, и отберет душу об обобравших их, 23-й, Кавгимов, говорит Шлома Амеллах, кихащем ерифри вам, Всевышний будет судить их суд, драться за них, выковает ковейхам ленефиш, и он заберет душу того, кто угнетает бедняка. Простое объяснение говорит, что, а по-моему, я это прочитал, ну еще раз, Мальбин, что когда ты воруешь у богатого человека и мошенничаешь в суде, то у него есть возможность, во-первых, за себя каким-то образом постоять, во-вторых, это только эссекмомания, это только денежный вопрос. Но когда это происходит с бедняком, то некому за него заступиться, поэтому заступается за него Всевышний, как за всех слабых, за которых он заступается. И тогда это не ограничивается только денежным вопросом, а выходят вопросы, которые называются в Торе, нафашот, связанные с душой человека. Гаон Мювильна говорит, что когда говорилось про то, что не тигзоль удалим, не воруй у бедняков удалим, мы договорились, что удалим, это даль, это банкрот, тот, кто разорился. Здесь сказано, что Акадыш Бурагу будет судиться вместо них, судить вместо них, участвовать в склоке, в драке вместо них. Но когда говорится о том, что тот, кто бьет они, они это не просто бедняк, это нищий, тот, у которого нечего украсть, все, что у него есть, это его душа и его тело. И человек, который покушается на душу и тело совсем нищего человека, здесь сказано уже не то, что Акадыш Бурагу будет судиться вместо него и драться вместо него, Здесь сказано, что Акодыш Барагу дотронется, затронет каким-то образом душу того, кто угнетал этого они. И здесь сказано, что за ту душу, которую ты взял, больше нечего украсть у совсем нищего человека, Акодыш Барагу ответит тем же самым, и он заберет душу того, кто угнетает, поскольку они забрали душу бедняка. Сейчас. Да. И следующий пасук говорит нам здесь как бы более или менее понятно. Следующий, 24-й пасук говорит, не дружи с человеком, у которого есть такое качество, как гнев, который легко гневается, не общайся с человеком, который вспыльчив. Я не знаю других слов, которые он подобрал к переводу, но нам придется разбирать это немножечко, потому что для художественного перевода он взял два слова переводчик, гнев и вспыльчивость. А теперь посмотрим, как здесь написано. Не сближайся с человеком, у которого есть качество, которое называется «ав», в переводе русском «гнев», и человек, у которого есть качество «хемот», вспыльчивость в русском переводе. Не приближайся к нему, не соединяйся с ним. Это так, как объяснил нам сейчас переводчик. Теперь смотрим, как объясняет Мальбин. В начале Мальбин посылает нас в перевод слов и начинает объяснять, что такое «ав» и «хема», гнев и вспыльчивость по-русски, что это за качество. Потому что, честно говоря, я не знаю разницу между гнев и вспыльчивость, а между «ав» и «хемы» есть несколько разниц. Первая разница – это Гавдала, которая сказана в 15 главе о первом посуке. Нам придется обратиться, потому что здесь есть некая разница между объяснениями, которые дает Гаон и Мальбин. Пасук, который говорит «маанерах ешив хема у дворецов и алаф». То есть человек, который мягко отвечает, так вот, аккуратненько отвечает, он убирает хема, который к нему относится, а человек, который дворецов, он, который резко отвечает, он делает так, что против него возгорается понятие «ав». Мальбин пишет, что это место объяснения встречается во многих местах Танаха. И здесь он тоже в Биур-Милим ничего не объясняет, но объясняет, когда он объясняет сам иньян, он объясняет, что есть разница между хема и аф. Хема – это гнев, который находится, сохраняется внутри человека, сердца человека. И внутри него огонь горит, но он сам выглядит внешне нормально. Аф – это внешний гнев, который происходит, что сразу же он выходит наружу, и он мидгалэ, и он открыт. Хема – это то, что скрыто. И тем не менее, хема, говорит Мальбин, это более опасно, чем аф. Потому что аф – это когда он без хемы, без внутреннего гнева, то он не такой жестокий. Это подобно тому, как папа гневается на ребенка и наказывает его внешним проявлением, а внутри этого гнева нет. Таким образом, в комментарии Мальбима, аф и хема – это внешний и внутренний гнев. Теперь смотрим, как объясняет у нас Мальбим этот пасук. Сейчас момент, надо только найти его. Не приближайся к человеку, у которого есть качество, называется аф. Есть разница между аф и хемот. Аф – это человек, который мстит в открытом виде и не сохраняет злость, гнев в своем сердце. И про него сказано «Алийт хабер алаф». С таким человеком не надо соединяться, который мстит открыто. Но Валь хемот – это человек, который сохраняет хему внутри сердца и открыто не мстит. И это худший вариант. И о нем сказано, что вообще не надо к нему как-то приходить, приближаться к нему. Не только в виде друга и близкого, но вообще надо отдаляться от него, даже вообще не иметь с ним дела. Он перевел ровно наоборот, чем русский переводчик, слово «аф и хема». То есть вспыльчивость, как я понимаю, это более внешнее проявление. Это так переводчик перевел слово «хема», а Мальбин так переводит слово «аф». А внутренняя злость, которая накапливается, он переводит как слово «хема», а переводчик почему-то написал вспыльчивость. Но поскольку надо какие-то синонимы подбирать, то очень трудно подобрать их. Окей, Гаон мивильно говорит, не приближайся к человеку, который «аф». Он говорит, что я уже объяснял вам, что разница, которая есть между «аф и хема», и посылает нас в 21 главу, куда нам надо пойти, раз нас туда послали. И там Гаон объясняет разницу, что «аф» – это начало гнева человека. Для того, чтобы человек не вошел в состояние «каса», самое начало гнева, которое у него есть, этот гнев легко придушить. Но если этот гнев растет, то он переходит в состоянии «хема», и это уже проявление гнева. Не только начало, когда человек начинает злиться, когда его можно успокоить, а когда это уже доходит до того, что это переходит в границы такого вот уже необузданного гнева, это называется «хема». Но по нему тоже «аф» – это более легкая форма, чем «хема», только не то, что выходит наружу и хранится внутри, как мальвим, а начало и результат. И здесь, говорит Гаон, что сказано, не сближайся с человеком, который легко начинает гневаться, который не в состоянии этим владеть. А человек, который хамот, то есть человек, который уже гнев является его таким вот основным качеством, к нему вообще не надо приближаться. Очень близкий комментарий только по мальвиму «аф» и «хема» – это внешний и внутренний гнев, и внутренний страшнее внешнего. По Гаону – это начало процесса злобы и конец процесса злобы. Вот. Таким образом, мы дошли до предложения номер, номер какой? Номер 25, и в следующий раз «Боезра» до «Шеми» дворах, я думаю, хотя не факт. До 29-го по суку мы вряд ли дойдем. Но сделаем попытку закончить главу. А теперь до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok